В зале вижу лица, которых раньше никогда не было на таких совещаниях. Вызывает какой-то вопрос интересный. Но цель сегодняшнего совещания, естественно, хотел подвести итоги нашей деятельности. Но за год мы проводим позже, как правило. Хотелось бы мне, учитывая то обстоятельство, я не хотел бы никого скрывать. И многие присутствующие здесь сегодня знают, что деятельность главы Волоколамского района Карабана Вячеслава Николаевича в должности главы прекращается в ближайшее время в связи с течением сроков полномочий. Это все ясно и понятно. Тем более, можно было еще работать, но я об этом давно уже говорил и сказал губернаторам и общественности района, и руководителям учреждения, организациям, предприятиям. Наверное, о том, что на очередной срок я не собираюсь баллотироваться. Для этого есть определенные обстоятельства. Сегодня я получил предложение от губернатора перейти на работу в администрацию области в связи с тем, что я заканчиваю полномочия главы. Я это предложение принял с удовлетворением, и поэтому хотелось бы сегодня и до вас это довести, ну и, конечно же, сказать несколько слов, поскольку, я думаю, мы уже в такой обстановке еще не встретимся, а, может быть, и встретимся. Всякое, может быть, тем не менее, хотелось бы несколько слов сказать. А в каком же ранге вы будете работать там? Объявление будет в ближайшее время в газете. Новости Подмосковья. Что хотелось бы сказать? Ну, здесь вот присутствует огромное количество людей по меркам руководящих работников. У нас... Мы прошедший год пережили чрезвычайно сложный. В мой адрес незаслуженно сыпалось огромное количество критики, несправедливый. Просто, наверное, люди, которые лили эту критику, абсолютно не знают. Волоколамск не знают, кто такой Карабанов. Вот мне хотелось бы сегодня некоторым напомнить, что я родился здесь в 46-м году. В городе Волоколамск. Ровно 40 лет назад, отставить 50 лет назад, закончил школу 10-й класс в железнодорожной нашей школе. В 16-м году пошел работать в центральное отделение Саргозова-Коламска, в кузницу Молотобойца. Потом работал на авторемонтном заводе. В 65-м году поступил в институт. В 66-м из института перевелся в Московское Высшее Общевосковое командное училище Мирюхового Совета Российской Федерации. Ну и прошел путь от курсанта училища до заместителя командующего войсками Привозского военного округа. От рядового до генерала-майора. Одним из последних указов президента Советского Союза получил звание генерал-майор. На поддержании всей жизни Волоколамске участвовал в общественной жизни нашего города и района. Защищал наш район в составе сборной района по хоккею с мячом в начале 60-х годов в честь нашего Волоколамска. С 59-го года начал играть в духовом оркестре. Впоследствии создал джаз-бенд в нашем Волоколамске впервые в истории района. Я думаю, что, конечно, молодежь не знает, что это такое и не присутствовало при этом событие. Для 63-64 года это было чрезвычайное событие, как битлы в мире, в Англии, так примерно для Волоколамска это было событие, когда живая музыка, кто помнит, из людей моего поколения помнит, что мы танцевали на танцплощадках и в нашем Доме культуры под патефон, что называется. Тогда появился вот живой, сначала духовой оркестр, а потом эстрадный оркестр. Это вот для тех, кто не знает, что я не с Луны свалился, а о том, что, так сказать, мои детства и юность прошли вот в активной, творческой, спортивной жизни нашего района. Ну, естественно, в армейской среде я тоже занимался, занимал все должности, прошел должности от командира Моссовского взвода, заместитель командующего войсками его округа, все должности прошел, как положено. В 1969 году получил звание мастера спорта Советского Союза по многоборию. Ну, и еще в некоторое время в вооруженных силах занимался творчеством, играл тоже в полковом эстрадном оркестре в группе Советских войск Германии. Это вот так к тому, что, так сказать, вообще-то в жизни каждого человека есть исторические вехи, и знаменательные вехи, которыми он гордится. Я считаю, что это определенное достижение в моей жизни, достижение определенных успехов и результатов. Я всегда представил перед собой очень высокие планки, очень высокие цели. Всегда шел к ним, достигая их. Я бы хотел вот здесь присутствующей молодежи сказать, обязательно в жизни надо иметь цель, в которой ты идешь. Цель должна быть самая невероятно высокая, потому что это дает стимул определенный, это дает силы, это дает возможности покорить ту вершину, в которую ты идешь. Конечно же, все высокие цели, которые человек в себе ставит, достигаются огромным, кропотливым трудом. Ничего в жизни просто так не дается. За все, за каждую ступеньку, на которую ты справляешься, надо пахать, что называется, и днем, и ночью. После завершения службы, кстати, вот, очень символично, не знаю сколько, ровно 20 лет назад я завершил службу вооруженных сил в 1994 году, указ президента состоялся, и я завершил службу в вооруженных силах российского государства. С 1994 по 2001 год поработал на резких должностях, различных причем, ну, искал себя, понятно, 30 лет быть в вооруженных силах, знал свое дело досконально, был профессионалом высоким в армии, а здесь совершенно новое дело, новая стезя, поработал в бизнесе немного, поработал в коммерческих структурах, вот. В 2001 году мне было предложено возглавить территориальный орган исполнительной власти в Волоколамском муниципальном районе. Кто помнит, ситуация в этом районе была чрезвычайная, глава района не воспринимался областью, ни в каком качестве, и было практически введено прямое губернаторское правление в Волоколамском районе. Кто помнит это и знает, основная масса людей и руководителей помнит те времена. Я тоже это прекрасно помню, этот 2001 год, мой служебный кабинет в банке возрождения, когда сплошным потоком и днем, и вечером ко мне шли люди с проблемами, с проблемами, с проблемами, с проблемами. И надеялись, и верили, что вот я должен был эти проблемы моментально решить. Хотя, я помню, какой климат был, и политический в районе, и нравственный, и какой угодно. Мы помним времена, или вот некоторые, кто помнит, ситуация морального характера в районе была страшная, руководство района, ну, в основном там глава, я не хотел бы причислять, к его там еще кого-то, развязал войну против собственной газеты, которая, так сказать, с ним воевала, я помню, против ветеранских организаций. Ветеранская организация была разделена на две группы, шли непонятные войны, искали правых и виноватых, ну, то есть, вот такой какой-то нездоровый морально-психологический климат был. Конечно же, это напрягало в какой-то степени, это в какой-то степени заставляло серьезно задумываться. Ну, и, естественно, по предложению тогда губернатора, я принял решение для себя баллотироваться в 2002 году, в марте месяце, на должность главы Волгармского муниципального района. Многие помнят, выборы достаточно прошли в интересной борьбе, но, тем не менее, победа была, уверенная, без вопросов. Хотелось бы что сказать, вот в той ситуации, когда и экономика, и социальная сфера, но самое главное, морально-нравственный климат были такие сложные, сложно было и определить главное, с чего же начинать, и чем заниматься. Конечно, для меня было важным и главным это восстановить нравственно-психологический, моральный климат в районе. Хотелось бы объединить, вот, я вообще по натуре объединить, или всегда в своей жизни стремился к тому, чтобы коллектив был коллектив единомышленников. Вот с этого я начал, с тем, чтобы, так сказать, объединить элиты, объединить усилия всех структур на решение тех задач, которые стояли. А задачи были чрезвычайно сложные. Я не хотел бы сейчас вас загружать цифрами, но они по сравнению с сегодняшним в разы были меньше, чем, ну, западная плата, 4 с небольшим тысячи рублей. Средняя плата в районе в 2002 году была 4 тысячи с небольшим рублей. Большое количество предприятий были должниками. Путин и Личак, насколько я помню, долги были 32 миллиона рублей. Сегодня 32 миллиона рублей по нашим деньгам и по нашим меркам. Ну, небольшие деньги, так будем. Хотя это деньги серьезные, миллион долларов. Но в 2002 году это были сумасшедшие деньги. Когда бюджет района был 180 миллионов рублей. Я сходу на чем. Представляешь, что 30 миллионов было. Это только по одному предприятию. Были еще другие предприятия, у которых были огромные долги перед бюджетом, перед кредиторами и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая была тяжелейшая ситуация. Приходилось искать пути решения. Я откровенно скажу, это, я думаю, многие знают и понимают, что без поддержки администрации Московской области, конечно, многие задачи были бы не решены. Вместе с тем, мы многое сделали. В той сложной отрасли, которая называется физическое коммунальное хозяйство, были проведены огромные работы. И с помощью области, и с помощью привлеченных инвесторов, мы ситуацию выровняли, так будем говорить, не до конца решили, ее решать еще достаточно долго, но она была настолько тяжела, что мы помним, в четвертом году, в январе месяце, город чуть не замерз. Было кто-то, горожане помнят, и люди, которые стояли, а мы и столько в ШКХ, когда магистраль, это орвануло, что называется. Морозы были примерно такие же, как силы. То есть мы много сделали благодаря коллективу сотрудников жилищно-коммунального комплекса. В первую очередь, я хотел бы сказать в адрес славы благодатности Татьяны Николаевны Шаргаевой, которая в неимоверных усилиях в то время смогла удержать и коллектив, смогла сделать достаточно много для того, чтобы вот система жилищно-коммунального хозяйства осталась вот в таком состоянии. Мы многое сделали, но предстоит, естественно, еще больше. Самое главное, что мы сохранили весь комплекс жилищно-коммунального хозяйства в собственности муниципального района. Это тоже, я скажу, одно из наших достижений. Мы знаем к величайшему сожалению ряд примеров в Московской области, когда система ЖКХ роздана была, но более обстоятельств, принятию может быть решений, которые считались нормальными, но они оказались нет. Мы знаем ситуацию в Сеге, в Посаде, других районах, где все ЖКХ было роздано, так сказать, в разные руки. И отсюда ситуация, которая до сих пор еще и кается у некоторых начальников. Вот эта сложная тема жилищно-коммунального хозяйства, я тоже хотел бы сказать, на ней в последние годы многие спекулируют. Наши оппоненты очень часто возвращаются к ней в своих высказываниях, что вот ЖКХ, дороговизм, неустойчивость, отжавая вода. Так вот я вам скажу, в 2002 году, когда развалили все совхозы и колхозы наши, а все мы знаем, наш район исторический был хозяйственным, вся сфера ЖКХ была в совхозах и колхозах, и котельные, и теплосети, и там насосы, водозаборы, башни водонапорные, все было в руках хозяйства. Хозяйство рухнуло, обанкротилось, разбежалось, и все это было брошено на произвол судьбы. Конечно же, нам ничего не оставалось, как забирать это все под себя, не имея никаких денег, у нас вот здесь кичатся некоторые собственники сегодня, земельные, они почему-то отказались, взяли землю, выкупили с дешевой, по дешевой цене, а вот инфраструктуру-то никто не взял на себя, ни одной котельной не взял привести в порядок, ни одного водозабора, никто ничего не взял, отказались, потому что это обременительно, это стоит денег, серьезно. Вот в этой ситуации, 10 лет назад, с небольшим оказались. Конечно же, 10 лет это немалый срок, но мы вложили огромные деньги, более, так по грубым подсчетам, 500-700 миллионов рублей в сферу ЖКХ с помощью области вложили, сделано многое сейчас, но еще предстоит сделать достаточно многое, чтобы сделать эту отрасль доходную, сегодня она не доходная, сегодня она дотационная. Вот. Ну это о трудности, которые приходилось решать, и они будут еще и решаться. Хотелось бы сказать, конечно же, в большей степени задача стояла в том, чтобы вот я начал говорить о морально-надостном состоянии полоколамского общества. Конечно же, хотелось как-то его объединить. Что главное в этом явилось? Конечно же, поддержание делового климата. Понимая, что человек, все-таки, так сказать, становление человека происходит в такой равномерной нравственно-культурной атмосфере, мы стали большое внимание уделять, конечно же, культуре. Недаром два первых объекта, которые подверглись капитальному ремонту, это дом культуры наш городской, дом культуры текстический, дом детского творчества. Мы понимали, что вот эти очаги культуры, где люди могли бы собираться, где могли бы, так сказать, проявлять себя, сплачиваться в конечном итоге, это вот тот фундамент, на котором все решительствовалось. Вот с этого, с этого и началось. Я вам откровенно скажу, кто бы чего не говорил, у нас до прошлого года в целом стабильность морально-психологического, морально-политического климата была в нашем районе удовлетворена. К нам не было никаких претерий страны областных властей, я уж не говорю, а выше, и мы в этом плане, так сказать, можем гордиться тем, что у нас была стабильность. дай бог, чтобы она сохранилась еще на долгие-долгие годы, потому что ничего нет печальнее, сложнее и страшнее, чем нестабильность везде, в обществе, в государстве, в коллективе, в районе. Вот если эта стабильность будет соблюдаться, сохраняться будут результаты, потому что стабильность прямо влияет на результаты во всем. Мне очень бы хотелось, чтобы вот эта ситуация, конечно же, мы понимали, что надо работать с молодежью, что надо создавать или возрождать и спортивную славу нашего района. Естественно, и наши усилия были направлены на создание новых объектов спорта. Главным достижением, конечно же, его строительство дворца спорта Ламы. Сегодня огромное количество детей и взрослых людей занимается в этом дворце. Хотя, конечно, этого недостаточно, хоть и город у нас небольшой, тем не менее, этого недостаточно, чтобы, так сказать, сделать так, чтобы большое количество, насколько мне известно, цифры наши сегодня наших жителей, занимающихся физкультурой и спортом, порядка 18% от общей чрезвычайности населения. Это незначительная цифра. Есть города, где эта цифра выше, а есть государства, где она значительно выше. Поэтому есть над чем работать, есть к чему стремиться и куда идти. Ну, в этом плане, я тоже скажу, сегодня у нас не хотел бы, так сказать, приводить каких-то цифр, но есть показатели по всем направлениям. У нас огромное количество детей занимается, еще раз повторю, физкультура и спорта. На всех уровнях соревнований наши дети участвуют, районные, областные. Конечно же, мне очень бы хотелось напомнить, что мы стремились поднятию имиджа нашего и района, и города. Мы тоже очень много сделали, для того, чтобы район и город зазвучали. И да, мы в 2004 году провели первый фестиваль военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж». Десятого годовщина, который мы в прошлом году отметили. Это не просто, так сказать, фестиваль, это фестиваль, который заявил о себе город, не только в России, но и за пределами. Это фестиваль, который статус города поднял, конечно же, культуру превознес для горожан. Я знаю, что огромное количество наших жителей увидели на расстоянии вытянной руки, что называется, большое количество наших кинозвезд в этом зале было. И Вячеслав Тихонов, и многие-многие наши известные, не буду перечислять, мы все их знаем, актеры Советского Союза и России. И в этом зале, и в доме дворчества, родники. То есть, вот этим самым, конечно, поднимали имидж нашего города и района. Конечно же, мы прекрасно понимали, что только таким образом имидж до конца не поднять. Мы с самого начала, я это прекрасно понимал, без привлечения инвестиций развитие района будет невозможно. Все мои усилия, естественно, были направлены на то, чтобы максимально создать условия для инвесторов по размещению на территории района инвестиционных объектов. Мы первые в Московской области создали промышленный округ. В 2007 году его открывали торжественно. К величайшему сожалению, открытие торжественного округа и его развитие не получилось таким, каким мы предполагали, в связи с тем, что в 2008 году, вы помните, наступил мировой финансово-экономический кризис и, естественно, инвестиционную привлекательность и страны, и в целом, и Подмосковье и районы были принижены. Это не наша вина, это наша беда, скорее. Хотя заявки были значительные, порядка 15 на первом этапе, 17 резидентов в этом промышленном округе должны быть. Ну, здесь единственное появилось первое, это мейджор, авто, который, так сказать, разместил свое предприятие, так скажем, или филиал на территории вот этого округа. Ну, а все остальное, конечно, не умерло, но живет. И сегодня вот завод Сапсан, так называемый фирма Сапсан, размещает свой завод по производству строительных материалов. Я думаю, что в этом году начнется строительство завод на территории промышленного округа. Ну, а сами знаете, лиха беда начала. Появится одно предприятие, конечно же, как по цепочке падают остальные. Ну, при условии, если экономические финансовые ситуации в стране и в области будет достаточно интересно. Понятно, что кроме промышленного округа мы занимались другими вещами, и три новых совершенно предприятия с иностранным капиталом тоже появились на территории нашего района. Первый из них это компания 3М, вы знаете, разместила свой завод. Сложный, я вам скажу, это флагман в нашем районе иностранного капитала. Не просто было привлечь эту компанию сюда. Не просто очень, но тем не менее мы сделали все для того, чтобы создать все условия, для того, чтобы этот завод появился. У него в ближайшее время начнется строительство второй очереди. я думаю, это будет такой притягательной силой для других иностранных инвесторов. Конечно, потом появился у нас еще очень интересный завод с американским капиталом, это Кэнпак, уже со значительным количеством рабочих мест, 200 с высокой заработной платой, но и с продукцией востребованной на рынке сегодня. Третье иностранное производство это завод по производству электрожигутов для автомобилей Ford Focus. Это тоже предприятие очень серьезное и, конечно, ежели бы не проблемы в автомобильной отрасли, они всегда год от года меняются и образ развития получил бы больше и больше значения. Я уже не говорю о тех предприятиях, которые появились, это и Азов Кабель, это и наша паштетная фабрика ДЭКа, ну и ряд других предприятий, которые набирали силу за это время. Конечно же, мы прекрасно понимали, что те годы, так будем говорить, и советские, потом постсоветские, развитие нашего сельского хозяйства, они благополучия в полной мере район не принесут. Мы понимали, что надо приглашать инвесторов для строительства новых предприятий, поскольку все те старые заводы, которые у нас были раньше, они умерли, это естественно, и кирпичный завод, и молочный завод. Ну и, естественно, молочный мы подняли тоже, он на коленях стоял, создали условия для инвесторов, ну и ряд других предприятий, к сожалению, завод клееной конструкции у нас не получил в развитии, хотя получил модернизацию в наше время, причащихся, к сожалению, собственник там активности не проявил, а завод, в принципе, с востребованной продукцией мог бы работать. Сегодня он ищет своего нового применения, не знаю, найдет или нет. Конечно же, мы понимали, что необходимо искать еще какие-то варианты привлечения инвестиций в район, и в 2009 году было подписано соглашение между Московской области и Ростехнологиями о создании на территории нашего района кластера фармацевтического фарма-професса. Мы выделили под этот проект большой участок земли. Проект живой, но тоже сложный. Мы понимали, что с решением привлечения инвесторов на этот кластер будет непросто. Провели огромное количество встреч, переговоров. Ну, вот на сегодня я могу сказать, что испанское производство, один из первых испанских заводов на территории в этом году появится. Я думаю, что в конце года выйдут уже на площадку. Ну, и на этой же площадке будет построен большой таможенный терминал. ГТК России приняло решение строительства большого таможенного терминала. Я тоже думаю, это рабочие места, это налоги и все отсюда вытекающее. Я думаю, что, конечно же, Блоколамский район будет привлекательным. Мы делаем все для того, чтобы создать максимально привлекательные условия для развития новых производств. Я думаю, что с совершением конструкции нашей автомобильной трассы М9 Балтия ситуация в корне изменится. Мне очень бы хотелось. все то, что мы намечали в плане привлечения инвестиций и создания тех производств, на которые рассчитываем больше всего, они в ближайшее время появятся. Это хорошая перспектива. Я думаю, что она абсолютно реализуема, абсолютно реализуема, абсолютно понятна. Хотя я тоже от многих скептиков слышал, вот вы много говорите об инвестициях, туда-сюда, ничего у нас нет, будет все. Не все сразу и не все так быстро. Нам бы хотелось всем максимально сделать так, чтобы вот сегодня сказал, а завтра было реализовано. Так бывает только в сказке, причем в русских народных сказках, по щучьему велению. А за каждым инвестиционным проектом стоит труд, огромный труд людей, огромное количество встреч, переговоров, создания преференций всевозможных. Я в связи с этим тоже хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство, которое должно быть понимаемо. у нас же к нашему печальному опыту, опыту не района, а области страны, наверное, мы очень мало давали преференций нашим инвесторам. В плане подключения энергетики, создания инженерной инфраструктуры, уменьшения налогов различных на имущество, на землю и так далее. А это все, конечно, дополнительные затраты для инвесторов. Когда он считал, я помню, когда мы пригласили сюда Арифлейн, я долго вел переговоры, встречался с двумя вице-президентами в Сокгольме по поводу размещения большого завода Арифлейн. Нашли место, инвестор сказал, я готов, посчитали энергетику 7 миллионов долларов за подключение энергоемкого производства. Собственник земли сказал, 3000 долларов за сон. И наложилась вот такая огромная сумма обременения для инвесторов, что он принял решение искать счастье в другом районе. Вот, к сожалению, как бывает. Сегодня, конечно же, правительство Московской области идет совершенно по иному пути. Создано и принято ряд законов, которые помогают инвестору адаптироваться к местности, снизить налоги, создать такие преференции, которые были выгодны для размещения любого предприятия. Я думаю, что вот эти все факторы, они позволят улучшить инвестиционный климат в области, ну и, естественно, в муниципальных районах, таких как наш. В целом, я хочу сказать, что за 12 лет нашей совместной деятельности мы сделали достаточно много. Сегодня пальцев на руках и ногах не хватит. То, что было и то, что стало. Мы к величайшему сожалению, к счастью, не знаю, человеческий характер, человеческая природа так устойна, что он не помнит, что было. Конечно, смотрит лучше. что-то направлено, смотрит в будущее, смотрит лучше, хочет большего, больше получать, больше иметь комфорта и так далее, и так далее. Но, если обернуться на Запад, в 2002 год, вспомнить, что был, что из себя представлял город Волоколамск. Многие здесь в Волоколамске, что это было. Как я уехал, 30 лет назад из Волоколамска служил по городам и весам Советского Союза и за его пределами, вернулся примерно в то же состояние. Примерно в то же состояние. Ну, построились микрорайоны, правда. Вот, но ситуация была удовольствующая. Мы совместными усилиями постарались, конечно, облик нашего города сменить. Он, на самом деле, город, город, который получил в 2010 году и очень великий статус город воинской славы. И в этом тоже заслуга всех нас, кто принимал участие в этом действии. Конечно же, наших ветеранов, это в первую очередь, благодаря им заслугам военным, город получил этот статус. Но, тем не менее, я еще хочу сказать, вот даже мне многие говорят, приезжают люди, которые там по 5, по 7, по 10 лет не были в нашем городе. Говорят, вещество говорят, город изменился. Мы-то уже глаз замыленный, вроде, ну, меняются, появляются новые здания, реставрируется что-то, улицы мастятся, в асфальт одеваем улицы. Хотя еще много, я еще хочу сказать, что еще много предстоит сделать для того, чтобы и город был совершенно в ином свете и район, конечно же, но вместе с тем сделано достаточно много. И сделано это усилиями и сидящих здесь, и всеми волоколамцами, проживающими на нашей территории. Я думаю, нам не безинтересно всем, и не безразлично, как город и район будет развиваться дальше. Мы должны сделать все для того, чтобы те темпы, которые у нас были, конечно, их надо растить, надо сделать так, чтобы при наличии определенных условий в целом в стране и в области район развивался очень хорошими темпами. С тем, чтобы и горожанам здесь, и жителям коренных волоколамска было комфортно проживать на этой территории. Мне очень бы хотелось, и это моя мечта, чтобы молодежь из нашего города никуда не уезжала. Вот чтобы она стремилась получить образование, может быть, за пределами нашего города, лучше в Москве, еще лучше, может быть, где-то за рубежом, но возвращалась для положения своих усилий, своих умственных и физических способностей на территорию Малой Родины, потому что это чрезвычайно важно. Это и связь поколений, это, так сказать, и гордость за Малую Родину, ну и вложение своего труда, частинства своего труда процветания родного края. Без этого Россия жить не может. Я думаю, что всех нас ждут еще великие дела. Великие дела в плане улучшения социально-экономического климата, социально-экономической ситуации в Варкаламском районе. И все это зависит вот в первую очередь от элиты, которая находится в этом саде. От вашего отношения, от вашего понимания, от вашего старания, от вашего желания сделать наш район лучше и краше. Все, что делал я, поверьте, делал с чистой совестью, с добрым сердцем и с напряжением усилий. Многие помнят, что ровно 12 лет назад я сюда пришел очень сильным человеком, который съезжал с альпийских трасс, горнолыжных с черных трасс, который еще играл в футбол с летними ребятами, которые меня еще не догоняли. И, конечно же, вот то, что у меня было, тут запах, он, конечно, и страчен достаточно серьезно. И не от того, что я сидел в кабинете и курил бомбу, а от того, что я трудился на благо района. Я хочу всем присутствующим сказать огромное спасибо за работу. Я думаю, что на следующей неделе я уже завершу юридически работу в районе перейду к новому месту службы. Всем вам еще раз хочу сказать огромное спасибо за совместную работу. Хочу выразить уверенность, что у нас было понимание. Если кого-то когда-то обидел, хотя это не моей практики, не моей привычки, прошу меня извинить. Я искренне не хотел этого. Если есть вопросы, готов ответить. Спасибо. Спасибо.